Здравствуйте! Рада приветствовать вас на уроке социально-экономической географии мира. Мы продолжаем изучение данного курса, но уже в новом формате. Нам предстоит познакомиться с региональными характеристиками стран Европы, Азии, Австралии, Африки, Северной и Латинской Америки. В прошлом году вы ознакомились с многообразием и общими характеристиками стран мира, географией природных ресурсов, населением, мировым хозяйством. Вы уже знаете, что география это система взаимосвязанных между собой наук. Все вместе они формируют наше знание о географической оболочке Земли, ее строении и процессах, которые в ней происходят. Социально-экономическая или общественная география, система географических наук, изучающая территориальную организацию общества, ее законы и закономерностями. Факторами, определившими возникновение в последующее развитие общественной географии, были практические потребности торговли, управления, военного дела. Объектом изучения социально-экономической географии являются общество и его составные части. Предмет изучения – территориальная организация общества, особенности размещения населения и хозяйственной деятельности. В географических исследованиях используют разные методы, среди них особое место занимают современные информационно-коммуникативные технологии. Также значимое место в методах исследования отводится статистическому анализу, который приобрел свою популярность еще на рубеже XIX-XX веков. В трудах по экономической географии приводились количественные сведения о природных ресурсах, населении, хозяйстве стран, об особенностях размещения отдельных видов производств. На их основе разрабатывались варианты дальнейшего хозяйственного освоения территорий. Являясь одной из самых древних наук, география продолжает быть востребованной в современном обществе. Вместе с другими науками она помогает искать ответ на самый главный вопрос – что сделать так, чтобы жизнь нынешних и будущих поколений людей была комфортной. Использование полученных знаний позволяет лучше ориентироваться в современном мире, понимать происходящие в нем политические и экономические процессы, иметь представление о жизни людей в других странах, их культурах, традициях, обычаях. Эти знания позволяют видеть место своей страны в мировом сообществе, дают представление о ее роли в региональных и общемировых процессах. Общественная география оценивает современный уровень развития любой территории и определяет приоритетные цели для ее устойчивого развития. Выделяют 17 основных целей. Они разные по своему характеру и подразделяются на экономические, социальные, экологические. Достижение этих целей возможно только в том случае, если при их реализации будут учитываться особенности каждой конкретной территории. Основу структуры социально-экономической географии составляют взаимосвязанные науки, краеведение, регионоведение, страноведение, глобалистика. В современном мире около 300 стран, которые расположены на разных материках и в разных частях света. Страны различаются между собой по размерам территории и численности населения, особенностям развития хозяйства. Каждая из них прошла свой исторический путь развития, в процессе которого сформировались особенности культуры. Но в истории стран под влиянием природного сходства территорий появляются общие признаки, которые позволяют объединять их в регионы. Изучением стран мира в этом направлении занимается географическая дисциплина страноведения. Страноведение систематизирует, обобщает данные о природе, населении, хозяйстве, культуре и социальной организации. Объектом изучения являются государства, крупные части или районы, а также регионы страны. Современное страноведение объединяет все ветви географической науки и имеет следующие разделы – общее, военное, туристическое страноведение. Основными подходами или методами страноведения являются аналитический, хорологический, хронологический, формально-логический, географический и культурный. Страноведение осуществляет следующие функции. Просветительскую – это создание образов стран, информационную – сбор, хранение и предоставление возможностей использования широкого набора сведений, развивающие, международные и внутригосударственные связи и отношения. Учебную функцию осуществляет в системе учебных заведений для подготовки специалистов. Для создания образа страны, необходима комплексная характеристика из взаимосвязанных компонентов. Физика и политика – географические особенности, социально-экономические условия развития населения и хозяйства. Очень важно выделить такие черты страны, которые характерны только для нее, делают ее непохожей на другие страны. Одной из таких особых характеристик являются географические названия. Топонимика – это наука о географических названиях. Это самостоятельная пограничная наука, развивающаяся на стыке трех дисциплин – лингвистики, истории и географии. Главное назначение географического названия – фиксация места на поверхности Земли. Вопросами мировой стандартизации Топомимов ведает группа экспертов ООН по географическим названиям. На практике это является очень важным, особенно для картографии, почтовой связи, прессы и других средств массовой коммуникации. Согласно исследованиям ученых, большинство стран подразделяется на четыре категории по географическому расположению, особенностям местности, названию этнической группы, имени важного исторического деятеля. Например, США – Соединенные Штаты Америго, Россия – страна русов, Бразилия – красная как уголь, Аргентина – страна у серебристой реки. Кроме того, страны почти никогда не получают свои имена в результате народного голосования. Около 1,3 названий современных стран мира берут свое начало от названия какой-либо древней группы людей. Корейское название Южной Кореи – Тэхан – означает Великий Хан или Большой Хан и происходит от трех племен хан, живших на Корейском полуострове во II веке до н.э. Названия некоторых стран произошли от каких-либо отличительных признаков населявших их народов. В летописях и других памятниках письменности IX-X веков государство, где правила династия Рюриковичей, называлось Русь, а слово «Русь» первоначально относилось к народу или социальной группе, чьи представители составили княжеский род и верхушку дружины. С конца XV и на протяжении XVI веков за государством постепенно закрепилось современное название Россия. Около четверти названий стран мира происходят от отличительного территориального признака. Например, Алжир назван в честь своей столицы города Алжир, что означает «острова». Черногория означает «черная гора» и относится к горе Лавчен на юго-западе страны. Исландия – ледяная земля. Предположительно, она была названа первыми скандинавскими поселенцами в IX веке. Так они хотели защитить себя от возможных захватчиков, несмотря на то, что на острове царило сравнительно умеренные годовые температуры из-за гольфстрима. Примерно 25 стран названы по географическому расположению. Китай означает «срединное королевство», Япония – страна восходящего солнца. Здесь логика заключается в том, что Япония находится к востоку от Китая, то есть по направлению восхода солнца с точки зрения китайцев. Австралия – южная земля. Она расположена глубоко на южном полушарии, и древние греки ссылались на нее как на неизвестную южную землю. Еще примерно 25 стран названы по имени какой-либо важной исторической личности, почти всегда мужского пола. Некоторые примеры очевидны. Филиппины, названные в честь испанского короля 16 века Филиппа II, Боливия – в честь венесуэльского революционера Симона Боливара, Израиль – альтернативное имя Иакова, которого считали патриархом еврейского народа. Соединенные Штаты Америки получили свое название от имени флорентийского путешественника Америго-Веспуччи. Колумбия, в свою очередь, названа в честь Колумба. Источниками страноведческой информации являются географические карты, аэрофотоснимки, энциклопедии, учебная и научно-популярная литература, СМИ. Доступный интернет по вашему запросу предложит множество вариантов информации для анализа. О природе, людях, их бытиях и традициях мы можем узнать из записок исследователей и первопроходцев, обладавших писательским талантом. Среди них можно назвать лейтенанта морской службы Лаврентия Загускина. Любовь к путешествиям привела его в 1842 году на Аляску. Основным его заданием было исследование течения рек и описание страны, орошаемой этими реками. В результате появилась книга «Пешеходная опись части русских владений в Америке». Даже из небольших цитат мы узнаем, что туземцы изготавливают обувь из рыбьих шкур, используют луки и плетеные ловушки, не занимаются земледелием, живут дружно, помогая друг другу. Основной промысел – оленеводство, основной рацион оленина, свежая рыба, коренья и ягоды. Вся территория земной поверхности подразделяется на регионы. При изучении физической географии вы уже рассматривали физико-географические регионы. Крупные физико-географические регионы – это Сибирь, Сахара, Амазония, Арктика, территория крупных гор. В границах физико-географических регионов мира происходило формирование этносов и природных границ историко-географических регионов. Историко-географический регион объединяет соседние страны с общими природными условиями, географическим положением, хозяйственной деятельностью, историей и культурой народов. Границы регионов определялись еще в древности и остаются стабильными по настоящее время. Но хочу обратить ваше внимание на созвучные понятия, связанные с культурой народов. Начиная с самых ранних исторических этапов, в разных частях Земли развитие человечества происходило по-разному. Это нашло свое отражение в своеобразии культурных традиций народов, населявших эти районы, особенностях их религии, обычаев. На основании этого в мире выделяют 12 историко-культурных районов. Границы историко-культурных районов были также природными. Есть еще одно разделение географического пространства, связанное с культурой народов. Это этнокультурное разделение цивилизаций мира. В настоящее время термин цивилизация все чаще применяется для обозначения суммы определенных достижений исторически и географически любой из ныне существующих культур, которые имеют полное право называться цивилизациями. Как правило, признаками цивилизации являются исторические, государственные, законодательные, образовательные и религиозные особенности. Территориально цивилизация может охватывать одно или несколько государств и этносов. Каждая цивилизация отличается своей неповторимой, свойственной только ей структурой. По концепции геополитика-политолога Хантингтона в мире выделяют территории с девятью культурами. А теперь рассмотрим историко-географические регионы мира. В соответствии с предложением ООН, весь мир делится на пять крупных макрорегионов, в каждой из которых выделяется несколько регионов более низкого порядка. Макрорегионы обладают общими признаками, и с точки зрения геополитики, для объединения регионов макрорегион необходимо сформировать региональную систему экономического, внешнеполитического и социокультурного взаимодействия. Как следствие, образуются международные организации. Макрорегион начинает выступать как коллективный субъект международных отношений. Неизбежно появляется страна-лидер, которая координирует интеграционные процессы. Например, такими лидерами, региональными державами, являются Пруссия для Германии и Германия для Евросоюза, Московское княжество для России и Россия для Советского Союза и стран СНГ. Когда влияние такого государства выходит за пределы макрорегиона, на общемировой уровень, государство становится великой державой. Сходные процессы могут происходить и на уровне организации. Образованные как региональные группировки, с течением времени они приобретают все больше признаков глобальности. Страны, расположенные в одном регионе, как правило, активно сотрудничают между собой, развивают экономические, политические, культурные связи. Вместе они объединяют усилия для решения возникающих проблем, в том числе экологических, связанных с загрязнением и разрушением окружающей природной среды. Поэтому регионы, так же как и страны, являются важным объектом изучения социально-экономической географии. Классификация стран мира по макрогеографическим регионам и континентам применяется для целей статистики в организации объединенных наций и разработанных секретариатом ООН. Так, Австралия и Океания по данной классификации являются единым макрорегионом. Внутри одной страны так же наблюдаются группировки территорий. Макрорегион Российской Федерации – часть территорий, которая включает в себя территории двух и более субъектов, социально-экономические условия, в пределах которой требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач, социально-экономического развития при разработке документов, стратегического планирования. В 2007 году Минрегионразвития подготовил концепцию разделения государства на несколько макроэкономических регионов в дополнение к существующему делению на федеральные округа. Программы развития каждого макрорегиона реализуются правительством России. А теперь рассмотрим основные признаки важнейших историко-географических регионов мира. Зарубежную Европу подразделяют на семь групп стран. Альпийский микрорегион характеризуется исключительно природной привлекательностью и богатством рекреационных ресурсов. Высотная поясность Альп обусловила смену экосистем, живописность природных ландшафтов, красоту средневековой архитектуры городов. Культурную специфику альпийских стран определяет католическая религия. Лишь в северной части Швейцарии некоторый перевес имеют протестанты. Преобладает население, говорящее на языках германской группы, индоевропейской семьи. Карпатские страны растянулись на 1500 километров между Словакией и Румынией. Горная система Карпат оригинальна тем, что на ее территории сохранились уникальные для Центральной Европы первобытные леса. Сами же горы представляют собой мягкие, бескальных выступлений горные вершины, горные долины. Территория исторически использовалась под летние пастбища. Скандинавия – регион на севере Европы, охватывающий скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова. Скандинавские государства неоднократно объединялись в политические союзы. Языки скандинавских стран – шведский, датский и норвежский. Они произошли от общего древнескандинавского языка и относятся к северной ветве германской языковой группы. Балканские страны – юго-восток Европы, омываемые водами Средиземного и Черного морей. Балканы – уютные гористые просторы Балканского полуострова. Все балканские страны – центры рекреационного природного комплекса. Природные ландшафты региона представляют смешанные пейзажи с множеством высоких горных цепей, а также густыми лесами, равнинами и реками. Прибалтика расположена в западной части Восточноевропейской равнины. С северо-запада и с севера она омывается Балтийским морем. Здесь много интересных и хорошо сохранившихся или аккуратно восстановленных замков, церквей, дворцов, ансамблей, включая отпеченные ЮНЕСКО. Придунайские страны разместились вдоль реки Дунай. Дунай веками оставался важным торговым путем, и большую часть всего этого времени человек и природа сосуществовали в относительной гармонии. Река Орень является одной из крупнейших европейских рек. По ней проходят границы шести государств. Река определяет не только экономические условия развития территорий, но и культурное и социальное взаимодействие населения. Зарубежная Азия – многоликий и самый крупный регион в мире. Историко-географически подразделяется на четыре региона. Страны региона различны по многим признакам, но расположены в единой части света Азии в единых природных условиях. Мозаичен этнический состав населения. По количеству населения Азия занимает лидирующее место. Азия является крупнейшим развивающимся регионом в мире. Африка – второй по численности населения и по величине континент после Евразии. Подразделяется на два региона. Ближний Восток объединяет Египет и Судан. Это страны со сложными природными условиями, общей религией, культурой и традиционными видами хозяйства. Интересно, что на границе Египта и Судана расположена область площадью более двух тысяч квадратных километров, которая никому не принадлежит. Первоначально она являлась территорией Судана. Затем британское правительство передало область во владение Египта. Позже Каир потребовал вернуться к старым границам. Но Судан предпочтел оставить все как есть и возвращать себе землю не стал. Судан на протяжении почти всей своей истории пребывал в состоянии гражданской войны. В 2011 году распри завершились отделением Южного Судана, который в результате последующего референдума стал независимым государством. Еще интересный факт. Вопреки распространенному мнению, больше всего пирамид расположены на территории Судана, а не Египта. Магриб в переводе с арабского – там, где есть закат. Это название было дано средневековыми арабскими моряками, географами и историками странам Северной Африки, расположенными к западу от Египта. На протяжении многих веков народы стран Магриба вели борьбу с завоевателями, отстаивали свои политические и экономические интересы. В феврале 1989 года руководители Алжира, Марокко, Туниса, Ливии и Мавритании подписали договор о создании Союза Арабского Магриба – новой региональной политико-административной организации. Обретение независимости странами Магриба открыло новый этап в развитии этих государств. В Америке выделяют страны Англосаксонской Америки и Анские страны. Страны Англосаксонской Америки – собирательное наименование американских стран и территорий, в которых английский является основным языком. Также они связаны с историей формирования территорий, общих географических условий, культуры народов. Анские страны расположились вдоль Тихого океана, на горной местности с хорошо выраженной высотной поясностью. Народы этих стран до сих пор поддерживают культуру своих предков, когда-то пришедших для освоения этих порой суровых территорий. В Тихом океане есть самое большое на нашей планете скопление островов. Это океания. Они разделяются на Меланезию, Микронезию, Полинезию. Многие острова океании являются коралловыми атоллами. Меланезия – совокупность островных групп в Тихом океане, чьи коренные жители имеют свой язык общения, а также являются темнокожими. Микронезия географически делится на Маршаловые, Каролинские, Марианские острова. Острова Кирибати и остров Науру. Население использует микронезийский язык общения. Полинезия – субрегион океании, состоящий из более чем тысячи островов, рассредоточенных по центральной и южной части Тихого океана. Коренные народы – полинезийцы – имеют свой язык, культуру и верование. Исторически сложилось, что они являются опытными мореплавателями, способными ориентироваться по звездам. Мы рассмотрели с вами особенности группировки стран с общими географическими, историческими и культурными признаками. В дальнейшем при изучении курса наше знакомство с регионами мира будет основываться на общих географических особенностях, социально-экономической и политической характеристиках. Вы узнаете о крупных регионах мира – зарубежной Европе, зарубежной Азии, Австралии и Океании, Африке, Северной Америке, Латинской Америке. Познакомитесь с мировыми центрами экономической мощи. А в завершении нашего урока мы отметим особенности нашей республики Кыргызстан как субъекта мирового географического пространства страны Средней Азии. Кыргызстан – страна горных рек и озер, высоких гор и альпийских лугов. На протяжении многих веков сохраняются традиции гостеприимного кыргызского народа и исполняются заповеди Манаса. Кыргызстан активно участвует в поддержании добрососедских отношений со странами мира. Кыргызстан является членом Содружества независимых государств, международных организаций, Организации Объединенных Наций, Договора о коллективной безопасности, Исламского сотрудничества. Также Тюркского совета, Организации Тюрксой, Таможенного союза, Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества. Кыргызстан – небольшая страна с большими планами на развитие. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok